В колониях и тюрьмах страны содержится более 600 тысяч человек. Средства на их питание, содержание и вещевое довольствие расходуются из федерального бюджета. Это примерно 300 миллиардов рублей в год. Может быть поэтому руководство ФСИН несколько лет назад определило курс на самообеспечение. В колониях появились производственные участки и подсобные хозяйства. Как реализуется проект на Ивановской земле и с какими сложностями сталкивается, попробуем разобраться. В регионе 12 уголовно-исполнительных учреждений. Два следственных изолятора, женские и мужские колонии, поселения. Ни одной тюрьмы, но режимы разные. Для тех, кто отбывает наказание за тяжкое преступление впервые, для рецидивистов зоны общего содержания. Спецконтингента более 7 тысяч человек. Чтобы их прокормить, одного только картофеля требуется больше 900 тонн в год. Не говоря уже о мясе, молоке, овощах. Рассмотрим наглядно. Из 12 учреждений сельхозучастки есть в 9. В обоих следственных изоляторах их нет по понятным причинам. В 7-й женской колонии для развития агрокомплекса нет условий. Зона в городской черте. Остальные работают на самообеспечение. В колонии Гаврилово-Пасадского района выращивают огурцы, картошку, кабачки и делают майонез. В колонии номер 2 большой животноводческий блок. Есть куры-бройлеры, несушки, кролики и крупный рогатый скот. Как следствие, молочный цех. В 6-й исправительной колонии выращивают поросят и свиней для нужд зоны. В Кохме в колонии строгого режима только тепличное хозяйство – кабачки и огурцы. В нашем регионе мы можем выйти, практически уже вышли по мясу, как раз таки, по мясу, да, по молоку и по молочной продукции. То есть сейчас для осужденных мы изготавляем из молока, который в этом году получили около 450 тонн, и сливочное масло, и творог, и все в хорошем качестве поступает в питание спецконтингенту. В Талицах сразу два исправительных учреждения для мужчин – общего и строгого режима. Наша съемочная группа работала здесь в самый разгар ненастного лета, когда было не совсем понятно, ждать урожая из-за непогоды или нет. С прошлого года ЭК номер два взяла курс на сельскохозяйственное направление. Сейчас здесь находится поголовье из 38 коров. Была поставлена норма произвести 100 тонн молока. Сейчас выполнена она на 60%. Выполненная норма позволит покрыть нужды колоний, располагающихся в Талицах – второй, шестой и восьмой. Коровы на так называемой безвыгульной системе содержания. Их день проходит в этом загоне. Отсюда животных выводят только, чтобы покормить и подоить. От стада получают примерно 500 литров молока в день. За буренками закреплено 4 дойра. Животные привыкают к своему и только с ним, как рассказывают осужденные, дают результат. По норме. Если чужой человек подойдет, будет дарить, она может лягнуть. Молоко может не дать, зажать вымя. А так, если постоянно человек с ней находится в контакте, то дой так должно быть. Наказание в колонии номер 2 строгого режима отбывают очень неоднозначные персонажи. Все неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Но им трудотерапия на свежем воздухе, как ни удивительно, идет на пользу. В теплицах зреют огурцы. При благоприятных условиях овощам нужно пару недель. От завязи до полноценного плода. Наука ухода нехитрая. Вовремя поливать и следить, чтобы не переросли. С одной теплицей урожай 150 килограммов. В том году была жаркая погода. Собирали больше. В этом году как бы не сильно погода, жаркая. Огурцов мало. Огурцы мы смотрим по размерам. Они китайские, длинные. Выращиваем сами. И уже собираем, сдаем в столовую. Из-за летних дождей и прохлады сезон сдвинулся примерно на месяц. Позже посадили. Урожай, соответственно, тоже позже. Обстановка немного нервная. У природы, конечно, нет плохой погоды. Но у сотрудников вполне конкретные планы. Их нужно реализовывать. С учетом того, что в прошлый год были объемы гораздо меньше. Как бы у нас в этом году кабачки 4 тонны для нас. Как бы в прошлый год не было. Капуста 10 тонн для нас тоже в том году было 3. И пробуем посадить для промсервиса овощи поставлять. То есть попробуем перцы. Как бы пробный вариант. Пока вроде виды на урожай хорошие. Упор в таллицких учреждениях решили делать на животноводство. Вот кролики. Не только ценный мех, как известно, но и вкусное мясо. Контракт в этом году на поставку одной тонны. Выращивают 250 особей. Подкармливаем практически каждый день. Травку, лист капустный. А так комбикорм. Воды частенько подливаешь, ходишь. На поток в зоне поставили выращивание бройлеров. Их тысячу штук. Кормят птиц каждые 2 часа. Остальное время они спят. Такой малоподвижный образ жизни позволяет им в кратчайшие сроки набрать максимальный вес. Поступают в возрасте они 20-21 день. Ну и вес у них где-то 800 грамм. Мы достигаем 2,5-3 килограмма. Примерно 30-35-40 дней. По-разному там как пойдет. Еще 950 пернатых в условиях человеческой неволи. Это не сушки. Яйца – неотъемлемая часть рационно осужденного. Цыплят для пополнения поголовья выращивают тут же, в инкубаторе. Поддерживают оптимальную температуру, чтобы из скорлупы появились птенцы. Затем их отправляют в ясли, а уже после – на полноценную рабочую смену. Не сушки – это эксперимент. Пока не очень удачный. План в 75 тысяч яиц в этом году не покорился. В июле в Таллицкой колонии активно строили помещение молочного цеха, благодаря которому должны увеличиться и объемы производства молока. План на следующий год – 130 тонн. Сделают 3 тонны масла и столько же творога. Цех планировали запустить в сентябре. Обещание выполнили. Справится ли с нормой – проверим в 2018. Сельхозударники по неволе – это колония села Шиликша Кенишемского района. Здесь одна зона, в ней два расположения – мужское и женское. Всего 126 человек. На них большая нагрузка – обеспечить продуктами питания себя и, по возможности, остальные учреждения области. Плотно взялись за разведение крупного рогатого скота. На содержании – 350 голов, два быка. Оба относятся к происходящему в стадии очень трепетно. Даже оператора не подпускают поснимать. Планы у руководства – к концу года поставить 16 тонн мяса. 145 буренок ярославской породы в стадии молочном. На отдельном содержании – телята. Вдаль убегают чуть больше 40 овец. Деревенская идиллия, не меньше. Молоко отправляют в цех неподалеку. Ежедневно – больше тонны. В молочном цехе 12-й колонии производят три основных вида продукции. Это пастеризованное молоко, творог и сливочное масло. Творога примерно 350 килограммов в неделю. Молока – 4,5 тонны. Произведенной продукции хватает для нужд двух участков колонии-поселения номер 12 – мужского и женского. Производство безотходное. Из сливок делают масло из молока творог. Он заквашивается в течение рабочей смены. Выходит, почти диетический – 9-процентный. Мы сепарируем это молоко цельное. И часть у нас вот сепарируем на сливки. Сливки потом уже нормализуем, они идут на масло. А обратно от сепарации мы сливаем бочки сначала, потом перекачиваем опять в ДПшку. Ну, как ванн длительной пастеризации правильно. Нагреваем до 65 градусов, потом уже выдерживаем тоже так же полчаса, а потом охлаждаем. Охлаждаем до 40 и при 40 градусах заквашиваем. Сельхозугодие в этом году, опять же, из-за погоды, выглядит не идеально. Сбор подгоняют холода. Морковь засеяна на двух полях. Это примерно 5 гектаров. Убирать ее планировали, как только она дозреет. Это будет неделя через три. Но сотрудники опасаются плохой погоды, и поэтому к уборке приступят уже на этой неделе. Производственный план примерно 54 тонны. Погода была плохая, поэтому морковь не уродилась. Но план планируют выполнить. Капуста обоих сортов, ранняя и поздняя, на рекорды по размерам не претендует. По плану собрать 85 тонн. Свеклы еще около 60. По урожайности планируем выполнить запланированные объемы на 100%. Перекрыть область по светле, моркови. Картофель ранний уже убрали, картофель поздний продолжаем убирать. Техникой осужденные в полях трудятся усиленно. Понимают, если не успеть собрать до обильных дождей, урожай погибнет. Семь часов в день мы работаем, как положено, по УИКу. Шесть дней в неделю. Седьмой день уже по желанию. Кто выходит, кто нет. Как положено 42 часа, так и работаем 42 часа. Есть определенная норма. Там зависимость от длины борозды, боровка здесь его называют. Полтора боровка на человека. Пределы 750 метров на человека. Из осужденных колонии поселения трудоустроено 90%. В период уборки урожая на поля стягивают всех. Я так-то работаю в гараже. Ну, тогда иногда там с гаража снимают на склады. Вот, ну, так здесь посевная у нас была. Там картошку загружали, грузили все в доставходе. Сейчас уборочная тоже берем или картошку собираем на полях. Ну, вот так, как-то вот так вот. Потому что народу то там, то там вот так перебрасывается. От одного объекта на другой. Так все нормально, в принципе. В Шеликше посажено 72 гектара картофеля. Урожай в этом году не очень хороший. Примерно на 25% хуже ожидаемого. Выйти на самоокупаемость 12 колонии не получилось. Поэтому картофель придется закупать у сторонних организаций. Планы на год были грандиозные. Выручить побольше прибыли. Но, увы. У нас, значит, функционирует еще участок сельского хозяйства, где мы растим картошку, кабачки, огурцы. На сегодняшний день у нас собрано 53 тонны картошки, 2,5 тонны кабачков и тонны 100 огурцов. Но интерес в женской зоне села Бородино представляют вовсе не поля и посевы. Здесь активно развивается производство. Фишка зоны – салаты собственного приготовления. Лаура до мест лишения свободы работала в сфере питания. Здесь продолжает. Выучила меню. Теперь наизусть знает рецептуры излюбленных девочками в зоне салатиков. Относим понемногу салатов, так как у них срок хранения по 6 часов. Мы их не заправляем ни майонезом, ни маслом растительным, так как каждый, кто как любит. И каждый день новое мы всегда все делаем. У нас есть оливье, винегрет, витамины, куча салатов, множество всяких. Ну, все, конечно, как вам сказать-то, заключенные наши. То, что просят, мы пытаемся реагировать на их просьбы. На стол к повару попадает то, что выросло в местных теплицах. Тут только овощного витаминного салата, 8 видов. Есть даже цезарь, как в ресторане. Правда, любимым все равно остается оливье. За символ домашнего уюта – 28 рублей за стандартные 200 граммов порции. Бюджетно доступно каждой. Для нужд зоны пекут девочки и хлеб – черный и белый. Еще на одном производственном участке – фасовка. Упаковывают вафельные конфеты и печенье для коммерческих заказов. Предприниматели договоры с зоной заключают охотно. Трудятся здесь люди мотивированные, с медкнижками. Плюс за работниками тщательно следят. Так нужно. Все же находятся здесь особо опасные рецидивистки. В планах спектр на фасовку расширять. Завешивать и упаковывать сухофрукты и ореховую смесь. В этом цехе производят 48 тысяч упаковок майонеза в год. Их хватает, чтобы полностью обеспечить нужды осужденных колоний Ивановской, Владимирской, Ярославской, Костромской области. Также производители планируют выйти в сетевые магазины. Первая партия уже поставлена. В магазин «Березка» 400 упаковок. Оборудование в цехе несложное. Одна машина варит майонез, вторая разливает, третья запечатывает упаковку. Сюда заливается 30 литров воды. Туда входит, добавляется соль, бензат, заменитель личного порошка, сахар. Потом все стерилизуется полтора часа. А потом потихоньку добавляется масло, потихонечку льется. И все это варится, процесс варки, три часа майонеза. Вот так вот варится майонез. На выходе 75 литров. Работают под заказ. Майонез разной жирности. Все декларации соответствий нормам и стандартам в наличии. А на вкус не отличишь от магазинного. Салатов у нас выпущено порядка 4 тысяч упаковок. Значит, это где-то на 80 тысяч рублей. Хлебо-булочных изделий порядка 40 тысяч штук. Вот, значит, майонез у нас выпущен порядка 50 тысяч упаковок. Это где-то на 1 миллион 140 тысяч. И кондитерских изделий расфасовано порядка 36 тысяч изделий. Упаковок, значит, на 2 миллиона 114 тысяч рублей. Продукция выпускается с рентабельностью порядка 10%. Для осужденных этой зоны местные умельцы готовят котлеты. Выпускают несколько видов кондитерских изделий. Но говорить о полном переходе на самообеспечение пока не приходится. Не трудоустроены только осужденные, которые являются инвалидами и по состоянию здоровья не могут быть трудоустроены. Они у нас в настоящее время трудоустроены в швейных цехах. Это на участке производства майонеза, также по участке кондитерских изделий и уборка территории. Также столовые трудоустроены осужденные и банно-правочный комплекс. Ну, то есть от работы они не отказывают? Нет, у нас отказов от работы в учреждении нет. Все осужденные трудоустроены по собственному заявлению. Оборудование в майонезном цехе универсальное. На нем можно производить джемы, горчицу и кетчуп. Именно его и планируют начать изготавливать со следующего года. Производство не прекращается даже зимой. В мужской исправительной колонии номер 4 строгого режима города Кинишма круглый год выращивают свиней. Поголовье насчитывает 450 особей. Поросят растят примерно 7-8 месяцев. На усиленном питании хрюшки набирают внушительную массу – до 90 килограммов. И только после этого их отправляют на убой. Госконтракт заключается с Уфсином по Ивановской области. Мы являемся поставщиком. Они приобретают это у нас для питания осужденных. Годовой объем осужден для наших колоний. Я поставляю порядка 20 тонн. А для других колоний еще плюс 10 тонн. Вообще годовой план у меня 30 тонн мяса свинины. Производство макарон в зоне тоже не зависит от капризов погоды. Небольшой цех расположен на участке колонии поселения. Из муки первого сорта и воды получают такие рожки. Выглядят они не очень, зато сделаны своими руками. В рецептуре ничего лишнего. В платочек уложил макароны и положил в сушилку. Жду 4 часа. Как они посушатся, перекладываю в основной ящик. И потом укладываю в мешки. В день я произвожу по 10-7 мешков. В мешках по 30 килограмм. В тюрьме, как сказано в известном фильме, макаронам рады. Съедают все 78 произведенных в год тонн. Все выращенное и произведенное в зонах-передовиках разбирают те учреждения, где сельхоз направление просело. В женской колонии областного центра съедают 50 тонн картофеля, 5 тонн свеклы, еще столько же моркови и лука, 18 тонн капусты в год. Питание осужденных по регламенту должно быть максимально разнообразным. Больше 2-3 раз в неделю повторять одно и то же блюдо в меню нельзя. Например, сегодня на обед борщ для диетического питания, гречка с мясом, для остальных осужденных гороховое пюре тоже с мясом. Обязательно должны быть овощи, хлеб и компот. Голодным не останется никто. Картошку привезли из Шиликши. Ежедневно ее уходит около 300 килограммов. Конечно, всю надо почистить и обработать. Дел на кухне всегда прорва. Трудодень начинается в 2 часа ночи, чтобы к 6 утра завтрак был готов более чем на 500 человек. Светлана работает здесь уже 2 года и будет еще 6. К объемам привыкла. У женщины лучше всего получаются супы. У меня у нас очень разнообразное. У нас бывает и плов, и солянка, и борщ, и картофель. Вообще все бывает очень разнообразно. И продукты все натуральные. Картошка, морковь, свекла. Вообще все натуральное. А диет, питание, просто молоко, масло. Привозят из других учреждений. Любят мясо, макароны. По-флотски макароны. Ну, так же плов. Все любят так. У нас все вкусно. Кухня разделена на несколько зон. В одной нарезают хлеб, в другой чистят овощи. Ножи все сточенные в силу специфики места. Но работать можно. Те продукты, которые заводятся со склада, соответственно, они скоропортищие мясо и рыба. Соответственно, они хранятся у нас в холодильниках. Так как нужно по требованиям соблюдать товарное соседство, соответственно, у нас есть вкусной холодильник и рыбный холодильник. Соответственно, в этом холодильнике мясо хранится. Все замаркировано в соответствии. Здесь у нас хранится рыба. Продукты качественные. Здесь гордятся без ГМО, примесей и вредных веществ. Качество мы сами ездили, проверяли. Собирали, смотрели этот урожай, что картофель, что морковь, что свеклы. Изумительно. Лежать будет долго, то есть по положенным дням. Чтобы у нас не было перехода на концентрированные продукты. Муку в колонию привозят из исправительного учреждения номер 4. Там уже несколько лет работает профильный цех. Из нее пекут хлеб. Ржано-пшеничный Дарницкий и пшеничный второго сорта. Норма выработки в сутки до 800 килограммов. Поставки идут и в соседний следственный изолятор. До тюремной пекарни новые технологии будто и не дошли. Месят руками рецептура на глаз, хоть и наметанный. Это и хорошо, говорят здесь. У нас все продукты натуральные. У нас никогда не использовалась и не используется химия. То есть у нас нет никаких пищевых добавок, ароматизаторов каких-то. У нас все натуральное. Вода, мука, дрожжи и соль. Хлеб очень быстро черствеет в магазинах. И я бы так сказала, у него такая резиновая консистенция. У нас он очень долго не черствеет. Вот, например, булка Ярославская, сдобная, она хранится в холодильнике неделю. Если ты ее достанешь, она наисвежащая. Ей ничего не делается. Норма хлеба 600 граммов на человека в день. На завтрак и ужин белый. На обед – дарницкий. Работают и на заказ местных магазинов промсервиса. Пекут сладкие булочки. Магазины есть в каждом исправительном учреждении. На полках жизненно важные товары и товары для души. В обороте никаких наличных денег. Обязательно работает бухгалтер, который в большую амбарную книгу записывает, что покупает осужденный и сколько средств еще остается на его личном счету. Здесь можно купить сладкого к чаю, йогурты, соки. Товары также можно заказать. Чаще всего осужденные просят привезти соленую рыбу и арбузы. Здесь они совсем экзотика. Руководство идет навстречу. Привозят. Есть все. Начиная от одежды, заканчивая продукты. Есть, да, кроме виноводочных. Есть и одежда, есть и косметика, и личная гигиена, и продукты, и молочка, и колбаса. Есть все. Любят осужденные и местную продукцию. Верят ей, ведь сами выращивали. Цены от тех, что на воле, почти не отличаются. Продовольственный вопрос в Ивановских зонах активно решают с 2015-го. План по мясу в этом году выполнен чуть более чем на 30%. По картофелю – на 80%. Чуть более 60% – показатель по другим овощам. Самообеспечение достигло максимума только по производству муки, макарон, майонеза и молока. Остальное придется докупать. План по производству яиц выполнить не удалось из-за того, что не отработана технология. Показатель – 78%. В этом году, к сожалению, не получилось с картофелем, так как погодные условия не способствовали хорошему росту урожая. Тем не менее, на будущий год мы планируем 100% самообеспечение картофелем, 100% самообеспечение овощами-столовыми. Ну и попытаемся в следующем году 100% обеспечение мясом. Под мясом подразумевается не только говядина, свинина, но и птица, которая у нас сейчас производится в учреждениях Талицкого куста. И не сказать, что экономия от самообеспечения получилась бы большая. Товары производителей с огромными ресурсами и объемами из регионов с лучшими условиями – погодными, финансовыми и земельными – на рынке стоят иногда дешевле. А здесь нужна техника, опыт, колоссальное количество сил, чтобы научить людей, которые иногда умеют и хотят только воровать, убивать и торговать. Запрещенным – работать, выращивать и получать образцовый урожай. Тем не менее, региональный УФСИН продолжает держать курс на агрокомплекс. Радуются, что экономят на логистике и транспортировке. Местное молоко полезнее, мясо вкуснее, а овощи лучше хранятся. Производят ведь осужденные для себя, не халтурят. И опять же, все предели. А значит, трудовые успехи в зоне рискованного земледелия и почти нерентабельного скотоводства офицеры и осужденные будут продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok